Добрый вечер, Гомель! Сегодня в прямом эфире мы начинаем готовиться к Новому году и Рождеству. Ну, кто-то из вас, наверное, скажет, что странновато, но все-таки согласитесь, чем раньше начать эту подготовку, тем больше шансов все успеть в предпраздничной суете. Дорогие друзья, правильно подготовиться к любимому празднику помогут советы и наглядные примеры программы «Добрый вечер, Гомель». И если вы хотите стать участником прямого эфира, звоните в студию 34 22 43, пишите в вайбере, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте, делитесь своими секретами, рассказывайте, как вы начинаете готовиться к новогодним праздникам. Дорогие друзья, на Гомельщине уже стартовала подготовка к Новому году. Вовсю устанавливаются елки и детские аттракционы, оформляются новогодние витрины, готовятся рождественские акции и новогодние утренники. Дело в том, что ни один другой праздник не сопровождается у гомельчан таким ажиотажем и ожиданием, как Новый год. Каждый декабрь мы ждем чего-то необычного, ждем какого-то настоящего чуда. Именно поэтому снова и снова втягиваемся в эту сказочную суету, а подготовка к празднику превращается для нас, согласитесь, в самое настоящее событие. Но вот как распланировать все дела на ближайшие три недели? Спокойно сегодня в прямом эфире вместе с вами мы составим список предновогодних дел, обязательно напишем письмо Деду Морозу, сядем на диету и подберем какой-нибудь карнавальный костюм или костюм для корпоративной вечеринки. И помогут нам в этом наши гости. Встречайте первого из них, это наш психолог Людмила Тутынина. Без нее никакой подготовки к Новому году. Добрый вечер, Людмила. Рады видеть в нашей студии. Вот мы наконец-то и дожили до этого момента, когда можем с тобой украшать новогоднюю елку. Так я уже прямо могу прямо сейчас. Отлично. Люд, скажи, вот как ты считаешь, а в чем вообще на самом деле очарование вот этой предновогодней суеты, которую все любят? Это не суета. Это приобщение к таинству. Мы все творим чудо. Мы творим чудо своими собственными руками. Хорошо сказала. Спасибо. Твой шарик, да, вешай. Ну, знаешь, Людмила, согласись, все-таки Новый год для кого-то это еще и волнение, да? Нечего надеть, как похудеть. А кто-то переживает, что будет один отмечать Новый год. Вот как справиться с такими волнениями? Ну, Наташа, я так думаю, что даже к самому яркому событию, да, нужно готовиться заранее. Если вот мы сейчас проговорим, да, вот пошагово, да, что нужно делать в первую очередь, во вторую очередь, то, наверное, мы как-то людей приобщим к этому действу издалека со спокойствием в душе. Давайте попробуем. Давай попробуем. Главное, мы зарядим их сейчас, да? Зарядим. Отлично. Дело в том, что у многих из нас все-таки праздники, они превращаются, согласись, в эту гонку на выживание, да, когда мы спешим все, мы спешим купить очень много подарков, мы спешим сделать в доме генеральную уборку, украсить елку, продумать какие-то наряды. Ну, вот ты советуешь с чего начать? Как правильно подготовиться к празднику? Ну, вот мне кажется, что мы сейчас должны поменять само название, да, что это не суета, это приобщение к чему? К таинству, да, к таинству, к тому, что мы делаем чудо своими собственными руками. А к чуду нужно подготовиться заранее, поэтому пропишем. Составить список предновогодних дел. Составить список всех предновогодних дел. Итак, самые важные дела, которые помогут подготовиться нам к празднику без лишних хлопот. Слушай. Наташ, ну, у меня вот такое ощущение, да, вот с чего начинать праздник? То есть с того места, где этот праздник будет проходить. Наверное, это дом, правда? Так. Мы его будем, что делать? Наверное, украшать. Согласны? Украсим дом. Украсим дом. Итак, первое, украшаем дом. Дом. Украшаем, моем, чистим, убираем, прибираем. Прибираем. Второй момент, когда у нас уже дом совсем красивый, что мы делаем? Ну, по логике, ну, наверное, мы выбираем какой-то красивый заранее наряд. 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 Причем вариантов множество. Это может быть карнавальный наряд, вечернее платье, да, все что угодно. Наряд. Итак, костюм. Выбираем костюм, да. Наряд красивый. То есть пишем в списке. Надо купить, пошить, найти, взять на прокат, все что угодно. Дальше что? Дальше по логике, я думаю, что нужно позаботиться заранее о подарках. Подарки, обязательно. Подарки. Подарки. Мне кажется, Людмила, ты пропустила один пункт. Дело в том, что когда мы выбираем наряд, мы начинаем думать о том, как же нам в этот наряд поместиться. То есть я говорю о том, что многие женщины в этот период, да и мужчины тоже, планируют сесть на диету. Похудеть, да? Похудеть. Хорошо. Да, то есть это тоже можно добавить в наш список дел. Ну, я думаю, что не только похудеть, да, но и вовремя записаться кому к парикмахеру. Отлично. То есть привести себя в порядок. Привести себя в порядок, да, там заранее позаботиться о ноготочках, да, там, ну, как у любой женщины. Что еще, пятое? Ну, и, наверное, дети. Для того, чтобы они получили долгожданные подарки, наверное, они должны написать письмо. Деду Морозу. Отлично. Письмо Деду Морозу. Поддерживаем. Это пять основных дел, которые, ну, это только основные дела, которые, в принципе, мы должны запланировать, примиться их сделать. О том, вот как это сделать, дорогие друзья, мы расскажем сегодня в нашей программе. Итак, идем по списку. Если вы еще не подготовили дом к Новому году, как советует Людмила Тутынина, смотрите дальше нашу программу. Деду Морозу. Я хочу пожелать самой доброй передачи на нашем телевидении, моей любимой. Спасибо. Процветания, дружбы в коллективе, вот, удачи во всех начинаниях и все растущие и растущие популярности. Отлично. Флорист говорит о том, чтобы все, да, росло, росло, особенно популярно. Спасибо, Наталья. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, и расскажите нам, что же все-таки посоветуют флористы в этом году? Какие украшения будут радовать нас под Рождество? Ну, я думаю, все-таки классика, ее никто не отменял. И вот такие композиции для стола можно сделать своими руками. Я взяла обычные патиссончики, предварительно их покрасила. Я взяла разные шарики, шишки. Подождите, подождите. Что значит обычные патиссончики, предварительно их покрасила? Ну, можно купить у бабушек вот на рынке. Да, взяли патиссон, вытащили все изнутри. Покажите нам, покажите нашим зрителям. Вот, покрасила. Покрасили золотой красочкой. Обычный из баллончика. Он у меня флористический. Можно обычный, ну, как бы, вот софторыночка такая недорогая. Дело в том, что зрители мне не поверят, но на самом деле даже для меня это сюрприз и открытие. Это все очень просто. Главное, подселить что-нибудь, не испачкать. Так, хорошо. Дальше. Будем использовать вот это. Я сама завернула. Можно какие-то маленькие коробочки, можно отрезать из пенопласта, можно, например, ну, что угодно. Форму создать и просто упаковать. Веревочка тоже в обычном, ну, в отделе ленточек продается. Вот. Будем украшать всякими такими безделушками. Значит так, у нас есть патиссоны. Что мы делаем дальше? Мы будем вставлять в них мокрый оазис, так, губку флористических. Так, заранее уже подготовили. Хвою, любую. В данном случае у нас туя, она как бы не сыпется. До Нового года она не осыпется. Вот, ну, можно с елку. Естественно, это красиво будет смотреться очень на праздничном столе. Сюда же мы вставим свечи. А, это будет интересный новогодний подсвечник. Самые обычные, простые, да, вот свечи. Мы их сделаем такие вот две композиции. Вот. Я начну это делать. Итак, начинаем делать. Мы начинаем внимательно смотреть, аплодировать. Это оазис, который был уже замочен так. Предварительно, да. Все, в принципе, как бы несложно. Я тоже как-то пыталась работать с оазисом. Мне очень нравится, потому что из него, в него все может пойти. Получается бесподобный букет. Это Наталья меня, кстати, научила, да. Из ничего буквально получаются красивые. Много не надо, да, для того, чтобы сделать такой вот букет. То есть по размеру, я так понимаю, это... Да, вы, мысли кирпичи даже где-то приобретете, вы его долго-долго будете пользовать. Так. Ну, замачивать его, наверное, минут 15-20 надо. Его лучше не толкать. Лучше вот как вот... Положить в воду. Положить, да, чтобы он сам замакал. Так, одежда должен быть больше, да, чем... Ну, я буду делать так, потому что, ну, мне хочется, чтобы она повыше была, чтобы виден был платисончик. Так. И веточки тоже. Конечно, может, секатор не у всех есть. Можно взять любые ножницы поплотнее. Вот мы вставляем аккуратненько вот так вот. В хаотичном порядке. Это очень важный момент. Как вот эти вот елочки, мне кажется, поставишь, так, наверное, получится. Посмотрите, Наташа, то, о чем я говорила, да, мы все вместе вошли в период создания коллективного чуда, да. И вот то, что сейчас происходит, это и есть момент такого, знаете, творения красоты, да, творения сказки, творения чего-то такого удивительного, фееричного, праздничного. Представляете, вот мы сейчас, вот как раз при этом таинстве мы сейчас уже и присутствуем. И знаешь, Людмила, мне кажется, что очень здорово, когда при таком таинстве присутствует вся семья, наверное. Правда, дома, когда она помогает, действительно, выбирает, какие будут в этой композиции элементы. С детками можно, вот деткам можно предложить вот такие подарочки сделать. Сами своими руками, да. Шишек насобирать. Замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что пора, да, поаплодировать, пожелать Наталье за счет, потому что впереди у нее целый прямой эфир. И это будет не только одна композиция новогодняя, но действительно, вас еще, дорогие друзья, сегодня ждут сюрпризы от Натальи Гуценковой. Я хочу напомнить, что участником, на самом деле, нашей программы может стать сегодня каждый из вас. Для этого можно позвонить в студию 34-22-43, можно написать сообщение в Вайбере, телефон вы видите внизу экрана, можете оставить свои комментарии в нашей группе ВКонтакте. Звоните, пишите, рассказывайте, как вы готовитесь к Новому году. Далее в нашей программе вы узнаете о том, в чем будем встречать новый 2018 год, какие платья и карнавальные костюмы будем шить в этом декабре. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что телефон в студии 34-22-43, и сегодня на Беларусь-4 мы начинаем подготовку к Новому году. Кстати, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, как вас зовут? Татьяна меня зовут. Татьяна, вы уже начали подготовку к Новому году? Подарки купили? Да, купила подарки, достала ёлку, игрушки. В принципе, вот будем скоро, я думаю, на днях начинать её наряжать. Отлично, спасибо большое. Ну, я знаю, что у вас есть вопрос для наших гостей, слышим вас. Да, вы знаете, я вот смотрю передачу и решила позвонить, задать вопрос психологу. В каком возрасте уже можно начинать приглашать ребёнка Деда Мороза? Нашей дочери вот три годика уже, и мы с папой сидим, думаем, не рано ли это ещё? Спасибо большое, очень интересный вопрос. И до какого, Люда, и желательно до какого тоже ответить, пожалуйста. До какого, да. Но очень важно вот с этим персонажем сказочным, Дедом Морозом, да, познакомить ребёнка заранее, да, и подготовить его к этой встрече. А в каком возрасте они должны сами чувствовать? Например, если ребёнок реагирует на незнакомых людей очень болезненно, да, побаивается, да, то лучше не рисковать, лучше этот момент отодвинуть, да. Но если ребёнок коммуникабельный, легко вступает в контакт, ну, буквально со всеми, там, соседями, там, по лестничной площадке, там, на улице легко вступает в какие-то взаимоотношения, да, с детками, со взрослыми, то, в принципе, в этом году уже и можно. Но лучше всего заранее показать какие-то мультфильмы. Вот смотри, как здесь Дед Мороз делает сам подарки. Вот сейчас он с мешком уже вышел с леса и уже поехал к хорошим деткам. Он и к нам обязательно придёт. Будем его встречать? То есть заранее, чтобы родители участвовали в этой сказке, тогда будет всё нормально, всё будет здорово. Ой, какая прелесть, вот когда мы верим в Деда Мороза. Я бы так, наверное, сказала, правда? Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш программу. Я хочу обратить ваше внимание на наш список дел. Итак, про дом вроде как начали разговор, продолжаем его в прямом эфире. Наряд. Дело в том, что в списке дел на декабрь этот пункт очень-очень важный. Выбор вечернего платья и маскарадного костюма. Вот в чём встречать этот Новый год? Наша программа решила посоветоваться с известным дизайнером-модельером одежды. Сегодня у нас в гостях дизайнер, чья одежда не раз появлялась на российских и белорусских подиумах и участвовала в показах Белорусской недели моды. Без особых случаев жизнь скучна. Так считает наша гостья дизайнер Юлия Радова. Встречайте, пожалуйста. Юлия, добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Видите, мы сегодня готовимся к Новому году. А как вы? Уже начали подготовку? Прежде чем рассказывать, готовлюсь ли я к Новому году, я хочу вашей программе подарить вот такого зверя. Это собачка. Символ настоящего приходящего года. И хочу, чтобы эта собачка вам приносила только удачу. Спасибо большое. Я так понимаю, на нашей юлке теперь есть место и для собачек. Я так понимаю, что она тоже сделана собственными руками. Присаживайтесь, пожалуйста. Юлия, ну расскажите, что стоит вот первым пунктом в списке ваших дел на декабритах? Ну, декабрит очень горячая пора, называется так. Для дизайнера? Да, для дизайнера, потому что все, конечно, хотят выглядеть красиво, одеваться красиво, празднично. Ну и, конечно, у меня очень горячая пора, и люди все готовятся. Роскошные наряды, да, какие-то вот неповторимые образы, карнавальные костюмы. Это то, чем вы сейчас живете, чем вы сейчас занимаетесь. Не знаю, может мне профессию поменять. Вот потому что каждый день видеть карнавальные костюмы в своей жизни, мне кажется, это просто удивительно. А вы, как считаете? По-моему, замечательно. Хорошо, ну, самый важный вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем же будем встречать новый 2018 год? Что советуют дизайнеры и стилисты? Приходящий год – это год желтой земляной собаки. И дизайнеры и стилисты рекомендуют встречать их в желтых тонах, но также не забывать о том, что земля – это не только желтая собака, а еще земля – это горы, то есть можно встречать в черном, сером, пепельном, коричневым, правильно вы сказали, что это болото, это будет цвет хаки. Так, это трава, это зелень. Это трава. Кстати, очень модны будут принты, именно цветочные принты, поэтому вот мне нашел там платье. Цветочные принты будут модны в этом году? Да, будут цветочные принты. Цветочные принты уже ушли туда подальше? Нет, цветочные принты, асимметрия, именно принтов асимметрия. Но в любом случае, я так понимаю, что главный цвет будет желтый, раз собака желтая. Желтый и все его оттенки. Также будут приглушенные тона в моде. То есть это такие, как я их называю, грязные тона. Это пудра, это голубой цвет, это такой зеленый, но не совсем зеленый, приглушенно зеленый. Юля, я так понимаю, что сегодня в нашей студии представлены, во-первых, надо сказать, что это представлены работы Юлии. Да, прежде всего, вот эти чудесные платья. И я так понимаю, что это и есть те самые трендовые модели для Нового года. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, да. Что предлагаете надеть на корпоратив, вечеринку и новогоднюю ночь? Ну, на корпоратив я предлагаю одеть платье, которым будет удобно двигаться. Да, собака такое животное, которое любит висеться, веселиться, резвиться. Вот, и поэтому она предпочитает удобство. Поэтому для женщин с крупными бедрами... С красивыми, пышными формами. Да, я предлагаю такую вот пышную юбку, которая будет скрывать что-то. И наоборот, подчеркивать талию, скажем так. Так, ну вот в моде приходят такие вот тяжелые ткани, которые будут подчеркивать силуэтность. Так, хорошо, очень интересно. Это желтое, это царица этого года. Да, царица этого года будет. Будут также вместе с тяжелыми тканями пришли в моду легкие ткани. Шифоны, всякие атласы, которые так вот на ветру могут развиваться. Вот такое солнце в новогоднюю ночь. Солнце. Ну, женщинам, конечно, лучше стройным выбирать такую модель. Я хотела спросить, вам не кажется, что это платье подойдет одной нашей гости в студии? Да. Людмила и Наталья, да, вполне могли бы в таком платье встречать Новый год. Людмила, как тебе вот такой... Вообще, желтый цвет очень солнечный свет, который, я думаю, что приносит радость, ощущение радости. Я думаю, психолог со мной согласится. А вот, кстати, да, что скажет психолог про желтый цвет в новогоднюю ночь? Желтый, ну, вы правильно сказали, цвет солнца. У нас была здесь одна передача, мы говорили о том, как важно, когда малый световой день, да, привносить в свою жизнь желтый цвет. Вот, поэтому, почему бы и нет, почему бы и нет. Желтый цвет даст нам ощущение праздника, радости, солнечности, хорошего настроения, хорошей погоды. Отлично. Да еще на желтом зеленые цветы, ну, я не знаю. Ну, это вот то, что я говорила, цветочные принты, это как раз какая-то деталь, которая приносит этому платью, ну, какую-то неповторимость, скажем так. Ну, я обращаю внимание, что в этих моделях открытые плечи, это то, что всегда модно на любой вечеринке, на любом торжественном вечере. Ну, женщина должна быть всегда элегантна, показать все, что можно показать, и скрыть все, что нужно скрыть. Отлично, отлично, так. Ну, это платье, это платье было выставлено на неделю моды в Беларуси, как вы уже говорили. Здесь прикрытые плечики, наоборот, ну, такая ткань полупрозрачная, то есть мы тут будем немножечко так искушать. Привлекать. Да, и привлекать. Ну, выполнено в таких нежных тонах, то есть я уже говорила, что будет также кремовые, персиковые цвета вот в моде, поэтому, ну, выполнено в таком стиле. А вот это платье для какой фигуры вы бы порекомендовали? Оно, знаете, подойдет любой фигуре, потому что здесь пышная юбка, которая подойдет, предположим, девушкам, у которых узкие плечики, наоборот. Да, да, вот так. Широкие плечики и узкие бедрышки, да, широкая юбочка будет как бы немножечко распушать. То есть соблюдает все пропорции. В то же время это подойдет девушке, наоборот, которая прямоугольник эта фигура называется, потому что здесь пояс, и он будет подчеркивать эту фигуру. То есть, в принципе, платье универсальное, я бы так сказала. А скажите, пожалуйста, что можно в этом году будет модно из бижутерии, из каких-то аксессуаров? Вот, например, если взять вот эти модели. Стоит вообще что-то надевать еще? Нет, я думаю, что вот к этому платью ничего не надо. Здесь камни, это лишнее будет. Хорошо, а желтые? Желтым здесь можно надеть какую-нибудь тоненькую цепочку, например. То есть золото, входит опять золото. Золото опять входит в моду, да. И причем золото не именно в качестве золота, а даже бижутерии. Именно золотое, серебро, то есть я, в принципе, в тренде. Так, вы в тренде аплодисменты, ну что ж. Хорошо, а вот черное платье, оно мне особо понравилось. То есть, скажите, пожалуйста, какие вот мелочи могут дополнить этот образ? Я думаю, что когда плечи открыты, просто подойдут длинные красивые серьги. И все. Очень хорошо. Может быть браслет. И не надо на себя, как на елку, одевать кучу-кучу всего. Милые девушки, я вам советую, одевайтесь, пожалуйста, не как елочки, а как женщины. Замечательно. Например, как наша елочка, она еще только-только украшается. Вот, в принципе, совет очень хороший. Хорошо, спасибо, Юля. Вы, знаете, присаживайтесь. Дело в том, что у нас есть телефонные звонки, мне подсказывают как раз для вас. Слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, ну, мы слушаем внимательно ваш вопрос для Юли. Да, я хочу сказать огромное спасибо дизайнеру Юли. Такие красивые вещи может создать только очень профессиональный модельер. И мне интересно, где вы этому научились и общаетесь ли вы с известными модельерами? А можно еще раз вопрос, где что? Да, я хотела узнать, мне интересно, где вы этому научились и общаетесь ли вы с известными модельерами? О, спасибо большое. Хороший вопрос какой, интересный. Мне тоже это интересно узнать. Ну, я вообще закончила институт Санкт-Петербурга по дизайну и стилю. Общаюсь ли я с моделерами? Ну, конечно, если я была на неделе моды, хочешь не хочешь, приходится общаться. Ну, или даже не приходится общаться. А очень интересные встречаются люди, которые могут даже чему-то научить, подсказать. Да, то есть общение есть общение. Конечно, моя общая. Это много, наверное, дает и дизайнеру в том числе. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня выбираем наряды для новогоднего праздника. И я хочу обратить внимание, что есть еще такие детали, и Юля знает об этом, деталь в гардеробе, которая способна создать, дополнить какой-то праздничный образ. Что это за деталь? Потому что я вижу специальную коробочку, вы подготовились к эфиру. Я бы сказала так, что даже не дополнить, а как-то немножечко оживить. Я сегодня принесла такой цветочек к желтому своему платью. Его можно применять где угодно. Ну, допустим, сегодня мы будем делать именно к желтому платью. Можно на ручках, что вот я и говорила, не надо себе здесь и здесь и везде. Вот, просто на ручку одели, мы уже такую изюминку придали. Можем волосы как-то вплести, там, на обруч, например, или на заколочку посадить. Можем как брошь, но это не к желтому платью, это я уже там говорю, к своему наряду, допустим. А сделать сложно такой цветочек? Нет, я думаю, что у всех, у кого есть руки, можно сделать такой цветочек. Ну, вы нас научитесь сейчас. Да, конечно, это очень просто. Я думаю, что в течение, ну, скажем так, в принципе, цветочек делается 10 минут где-то так. Но я в ускоренном порядке быстренько вам покажу, как это делается. Я его изготавливала. Людмила, я смотрю, так заинтересовалась. Я очень люблю, возможно, украшать. Это очень интересно, можно посмотреть. Да, конечно. Я этот цветок делаю из атласных ленточек, из шифона. Именно из-под этого платья. Ну, и бусинки, естественно. Сначала мы нарезаем такие вот полосочки. Потом мы делаем такие вот квадратики. Я все быстренько буду рассказывать. А из квадратиков мы вырезаем кружочки. Кружочки должны быть разной величины. Побольше штучек 10 и поменьше штучек 5. Так, 10 больших. Да, также из атласной ленты. Просто атласная лента 5-6 сантиметров ширины, которая продается в любом швейном магазине. Мы тоже так же делаем сначала квадратики. Потом из квадратиков вырезаем кружочки. Так, заготовки наши это кружочки, я так смотрю, в основном. Да, просто кружочки. Просто кружочки, которые вот кружочки. Так. Да. Дальше мы эти кружочки должны немножко обработать края и придать форму для лепесточков. Как это делается? Очень легко. Я даже свечку не буду зажигать. Хотела сначала свечку зажечь. Покажу. А этот как? Сейчас, Любила, ты попробуешь сама. Сейчас все покажу, да. Самое главное, здесь, наверное, чтобы не было черного края, мне кажется, да? Очень аккуратно. Я сейчас дам мастер-класс, называется. Выбирайте, да, выбирайте. А на каком случае этот атлас? Выбирайте или вот зажигалка. На зажигалке многие начинающие мастерицы боятся пользоваться, что руки где-то обожгут. И есть такая работа, когда, например, краешки нужно что-то подправить, придать форму этому краешку. Поэтому я покупаю обыкновенные вот свечи, зажигаю, да. И главное, не сувать прямо туда вот в огонь. Немножечко теплом, теплом оформляйте. А пускай вот Люда попробует. Я вижу, она это не делала никогда. Я хочу, чтобы наши телезрительницы смогли представить, насколько это сложно или насколько это просто сделать вот такой вот цветок собственными руками. Да, да, да. Вы знаете, у меня даже детки такое делают. Мне такое ощущение, что мы сейчас проходим испытания огонь, вода и медные трубы. Так и называется подготовка к Новому году. Да, к Новому году. Ой, слушайте, я боюсь. О, ну сразу форму, видишь, другая форма у листочка осталась. В цветке всегда краешки неровные. Поэтому даже если где-то выжиться чуть-чуть больше, это не страшно. Ага, в прямом эфире, да, вот так вот. Ну мы же здесь пожар не будем устраивать. Люда, ну мы же тебя не просим платье пошить в прямом эфире, в конце концов. Мы просто работаем с огоньком, называется. Ну все, у тебя получился лепесток, покажи. Отлично, отлично. По-моему, замечательный. Ну, чтобы придать, он сейчас такой лепешечкой у нас получился, ну чтобы придать, сейчас держите, я вам сейчас тоже покажу. Чтобы придать ему немножко форму, я обычно так вот над теплом чуть-чуть, о, ну оп, и сразу вот на серединке схватывается. Точно так же, чуть-чуть так отпускайте, не бойтесь. Мы сделали, мы сделали, мы сделали, сколько таких, отлично, Люда, все получилось. Сколько мы сделали таких лепестков? Я сделала таких, сейчас я вам покажу, 10 лепестков больших. Так. Я уже заготовочки сделала. Так, и 5 лепестков маленьких потерялись, 5 лепестков маленьких, и 5 лепестков вот этих вот беленьких, кремовых. Если вы цветы какие-то другие делаете, разных цветов, и просто смотрите, вообще кусочки ткани есть, ленточки есть, или где-то что-то придумалось, кремовый он всегда, везде практически идет, будь то розовый, будь то вишневого цвета, любой цвет, в принципе, подойдет кремовый цвет. Скажите, нам понадобится еще пламя? Нет. Режиссер, да, волнуется. Нет, пламя нам больше не понадобится. Что мы делаем дальше? Дальше мы это собираем. Я всегда начинаю, наоборот, с сердцевинки. Я беру лепесточки, складываю их вот так вот, раз, два, три. Беру обыкновенную иголочку. Хочу в отпуск, вот перед Новым годом, на недельку в отпуск, чтобы сесть, вот цветочки поделать, вот такие кибаны новогодние, все поукрашать. Ой, красота. Ну, просто соединяю. Так. Туда, сюда. Потом могу беленький лепесточек добавить, точно так же, ну, чтобы нам было удобно. То есть мы все это нанизываем на иголочку? Да, все нанизываем на ниточку. Ну, единственное, что я, как бы, прошиваю так, раз, 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 чтобы оно было интереснее. Делаем в таком, как бы, шахматном порядке, чтобы оно было видно. Предположим, я уже умею, поэтому я сейчас так быстренько, быстренько. Дорогие друзья, на Беларусь 4 прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня в этой студии мы начинаем официальную подготовку к Новому году. Уже украшаем елку, делаем новогодние экибаны и выбираем наряды. Самые разные красивые наряды для новогоднего корпоратива. И вот сегодня у нас в гостях дизайнер Юлия Радова, которая, ну, скажем так, устроила такой маленький мастер-класс и приготовила небольшую деталь, которую, как она утверждает, украсит любой вечерний наряд. Итак, мы практически закончили. У меня цветочек практически уже готов. Да, осталось вот только бусинку. Сейчас, секундочку. Не спешите, Юлия. Да, я тороплюсь. С удовольствием посмотрим, как вы заканчиваете. Вот, бусинка уже у меня пришита. И я немножечко оживлю этот цветочек. Как у любого цветочка есть листочки. А, еще и листочки. Да, платье выполнено в желтом, с зелеными такими цветами. Вот, поэтому я заготовила тоже такие вот лепесточки, листочки. Ну и просто... Вы пока пришиваете лепесточки, я хочу попросить режиссера показать, какие чудесные фотографии прислала наша телезрительница Лилия. Лилия, вот такие вот волшебные экибаны, да, она сделала собственными руками. Спасибо большое. Вот, да, такое интересное сообщение, Лилия. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Мы видим, как вы тоже готовитесь к Новому году. Сейчас сравним с тем, что сделала сегодня в студии наш флорист Наталья Гуценкова. Наталья, не расстраивайся. Я не видела, я не расстраиваюсь. Ты не видела? Ой, очень жаль, очень жаль. Очень интересное тоже творение. Ну что, Юля, готов цветок? Да, все. Итак, что мы с ним делаем дальше? Мы, я думаю, его прикреплю вот к этому наряду. В принципе, наряд уже, по моему мнению, совершенен. Но вот я хочу вот так вот его как-то дополнить, даже вот так вот, наверное. Ну, это, естественно, лучше пришить или на булавочку посадить, но я так на иголочку пока. Замечательно, спасибо. Юля, спасибо большое. Дорогие друзья, обратите внимание, все-таки вот такие наряды, они, согласитесь, требуют к себе, ну, очень трепетного отношения, скажем так, к своей фигуре. И о том, вот как похудеть к Новому году, мы поговорим уже совсем скоро, сегодня в вечернем эфире. А пока я хочу обратить внимание на новогодние кибаны, которые приготовила флорист Наталья Гуценкова. Наталья, расскажи, пожалуйста, что получилось? Ну, вот я использовала сухие апельсины, это можно почитать в интернете, как их засушить. Свечи простые, как я уже говорила, можно дождик использовать, шарики какие-то, ну, все, что вот это вот. И все это в цукини? И это все крепило вот такими вот шпилечками из герберной проволоки порезанной. Ну, флористическая проволока, она тоже ее можно купить и в интернете, и в магазине, то есть, ну, люди, кто занимается какими-то рукоделиями, они... Следующий штрит Наталья делает. Да, я вот закрепляю вот таким образом. Напомним, что все это установлено в специально сделанном, созданном... В патиссончике. В патиссончике, да, думаю, что... Использовать можно все, что угодно. Горшок, шейков, все, что угодно. Я вот сделала их две сестрички таких. Спасибо, я так понимаю, это для нашей студии? Да, это для вашей студии в подарок. Можно здесь, спасибо большое. Вот, оставлю здесь. Спасибо. Ну, вот, да, в принципе, вот такие замечательные кибаны могут украсить, мне кажется, любую квартиру и на кухне, и в столовой, и где угодно. Но я вот, Наталья, я не перестаю вам удивляться. Я так понимаю, это еще не все, и нас ждет еще один сентябрь. Ну, я хотела бы еще рассказать веночек, как сделать, вот обычный веночек. Очень модно сейчас, да, интересно. Основу можно сделать из картона, обмотать ленточкой любой. А здесь, ну, поскольку в основном квартиры, и елка, конечно же, без воды осыпется, и сложный процесс делать, как что-то, какое-то крепление. Ну, сложно. Лучше сделать вот тогда такой вот искусственный сизаль просто. Обычный сизаль, да. Сизаль, да. Картон. Порвать его вот так вот просто. На картон уложить. Проволочкой можно вот для миссера использовать. У меня здесь немножко другое, но я не буду вас пугать названиями. Вот. Просто обмотать, чтобы было крепление. То есть у кого-то, если у кого-то есть пистолет, можно пистолетом прикрепить. Ну, а можно сделать так, как я, так можно каждый раз эксцессуары менять. Отлично. То есть, опять же, на флористической проволочке мы будем делать шпильки и крепить. Ой. Что для этого надо? Значит, нам нужно сделать такой венок рождественский. Основу. Основу. Да, нужны флористические вот эти специальные... Проволока. Проволока. И сизаль. И сизаль. Сизаль и украшения. Ну, украшения тоже, опять же, вот, с чем угодно. Хотите там как-то шишки, опять же, те же самые, бусы, шарики какие-то, апельсинки. Это же самую красоту, Наталья, спрятала в корзиночку, и мы не видим, да, из чего ты будешь это делать. Покажи нашим зрителям, замечательно. Вот, чтобы было понятно, из чего. Ну что, мы ждем рождественский венок и продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, как похудеть к Новому году? Знаете ли вы, что это самые популярные запросы в поисковиках, в интернете и вообще в списке предновогодних дел. Так что спокойно, сегодня мы составим декабрьское меню, вот прямо сейчас в прямом эфире, которое позволит скинуть лишние килограммы корпоративу и, конечно же, при этом не навредить здоровью. И поможет нам в этом Татьяна Гавриленко. Встречайте, пожалуйста, врач Центра превентивной гастронтерологии, которая знает все о лишнем весе и предновогоднем питании. Добрый вечер, Татьяна. Ну, с вас шарик для нашей елки. Мои любимые передачи, мои любимые ведущие, всем гостям и замечательной команде я желаю здоровья. Спасибо. Самое главное. Что еще может пожелать доктор, конечно? Да, когда есть здоровье, есть все. Благополучие, успех, радость, и все в жизни получается. Спасибо, спасибо большое. Знаете, я давно подозревала, но недавно еще раз убедилась, что все женщины, они худеют два раза в год. Это принято считать. Это к пляжному сезону и к Новому году. Все мужчины и коллеги со мной сегодня не согласились. Я сказала, что когда сообщу об этом в прямом эфире, им придется поверить. Но все-таки вопрос у меня в другом. Татьяна, чем отличается летняя диета, если можно так выразиться, от зимней? И вообще, как питаться в декабре, чтобы не навредить здоровью? Питаться не только надо в декабре, чтобы не навредить здоровью. Надо так питаться круглый год. Конечно, летом намного проще сбросить массу тела, потому что двигательная активность намного выше, солнца намного больше, фрукты, овощи, сезонная зелень. Этого всего у нас в рационе гораздо больше, чем зимой. Но и зимой у нас есть сезонные определенные вещи, которые мы обязательно должны включать в рацион, чтобы не только поддержать или снизить массу тела, но и поддержать иммунитет в зимний период, который нам очень сильно нужен. Ну, здесь еще, наверное, очень важно помнить, что зимой мы до ночи не спим, а здесь уже после работы и быстренько хочется чайку какого-то, и бегом печеньку, обязательно печеньку, да, и на диванчик под телевизор. Это тоже очень-очень важно. Людмила, а вот ты приветствуешь зимнюю диету? Она входит в твой список дел? Наташа, дело в том, что я вегетарианец, и не буду скрывать, да, и у меня диета круглогодична. Вот, но во всем должна быть умеренность. Умеренность. И неважно, вот как наша гостья сказала, декабрь это или не декабрь, да, нужно придерживаться правил, да, в питании. Для меня, например, это очень важно. Я вегетарианец, я не ем очень многие продукты, но при этом я слежу за тем, чтобы всегда была каша, всегда была капусточка, всегда были фрукты, например, яблоки, ну и так далее. А вот сейчас мы послушаем, что об этом скажет Татьяна. Дело в том, что, я знаю, что у вас есть твердая и четкая позиция, никогда не отказываться от белковых продуктов. Совершенно верно. Прокомментируйте, пожалуйста. Белковый продукт это строительный материал для нашего организма, да, без этого мышцы не будут развиваться, дети не будут расти так, как надо, потому что некоторые в подростковом периоде уже начинают придерживаться каких-то течений, вегетарианства там, либо еще что-то такое, поэтому это может навредить организму. Вообще, вы знаете, мы с вами часто общаемся в эфире, и вы иногда говорите, что диета, она вообще отличается, в принципе, от правил правильного питания. Совершенно верно. Вот что можно сказать и посоветовать нашим телезрительницам, которые в декабре перестают питаться, я бы так сказала, по-другому не скажешь. Диета – это кратковременное мероприятие, да, для того, чтобы что-то подкорректировать. А правильное питание – это образ жизни. Тут к этому придерживаться надо, прийти в определенное время, придерживаться всю оставшуюся жизнь. Что касается декабря, не надо пытаться совершить подвиг, потому что этот подвиг потом маукнется проблемами со здоровьем. Ко всему надо подходить постепенно, потому что в новогоднюю ночь, когда будет изобилие всего, потом, конечно, будет очень тяжело выйти с этого состояния. Но мы об этом сейчас еще поговорим, а пока вернемся все-таки к декабрьскому меню. Какие продукты посоветуете выбирать зимой? Давайте представим, что мы хотим чуть-чуть привести себя в форму, мы не будем садиться на диеты, мы просто хотим привести себя в форму. Как это сделать? Какие продукты выбрать, от каких отказаться совершенно, хотя бы на этот период? Отказаться совершенно можно от быстродоступных углеводов, таких легких углеводов. Это хлеб, это печеньки, которые вы только что хотели, да, с чаем употребить. Которые греют зимой, да? Нет. Вы знаете, для себя вот буквально недавно открыла одно из наших предприятий, стала выпускать яблочные чипсы. Это мне доктор наш на работе рассказала, да, очень замечательно. В 100 граммах продукта содержится 370 всего лишь калорий. Это натуральное яблоко, больше там ничего нет. И столько же, по-моему, в овсянке в 100 граммах содержится. Совершенно верно. Но вот аналог печеньки для того, чтобы выпить чаю, очень замечательно. И полезно, и очень вкусно. Так что, девушки, начинаем с яблочных чипсов. Дальше. Так. Какие еще продукты посоветуйте? Еще призываю все-таки на стол свою поставить капусту квашеную, потому что это пробиотики, естественно, да, он нормализует хорошо микрофлору, это клетчатка, которая чистит кишечник, и нормализует в целом процесс пищеварения. Свекла. Да, очень большое количество витаминов. У кого были проблемы с пищеварением, они нормализуются, да. И, в принципе, это та же самая клетчатка. Дальше. Еще призываю взять на вооружение авокадо, как источник незаменимых кислот. Там содержится омега-3. Плод такой достаточно тяжелый, казалось бы, но очень хорошо и быстро насыщается организм. Да, много его не съешь, но пользу получишь очень высокую. Особенно вот как человек придерживается вегетарианского образа жизни, да, ей обязательно надо включать в рацион хотя бы раз в неделю вот такой замечательный продукт, как авокадо. И будет мне счастье. И будет вам счастье. Людмила, а как, девушки, а как вам вообще вот такой набор? Мне очень нравится. Квашеная капуста, авокадо, свекла, рыба, молочные продукты, по-моему. И плюс еще яблочные чипсы мы тут решили, да, в принципе. Юля, как вам? Со свеклой я согласна. Как-то квашеную капусту, авокадо я лично не очень. Я вообще даже не представляю вас на диете, если честно. Квашеная капуста помогает. Квашеная капуста помогает, сказала Флорис, ну отлично. Есть надо много ее. Вот, каждому свое, но я привыкла доверять специалистам. Так что, да, для того, в принципе, Татьяну мы пригласили сегодня на эфир. Спасибо большое. Но, вы знаете, считается, что самый опасный период для желающих похудеть к Новому году, это корпоративы. Сладенькое, алкоголь. Вот давайте дадим пару советов нашим зрителям, как правильно питаться на вечеринке, чтобы все-таки старания вот эти вот декабрьские не прошли зря. Ну, надо себя к тому подводить, что это не последний раз в жизни происходит, да, и не стараться употребить все сразу и много, потому что алкоголь, в принципе, он притупляет чувство и голода, и насыщения в том числе. И уже когда на фоне алкоголя, тогда уже, конечно, душа несется, и уже хочется всего сразу и много. Ну, надо себя немножко держать в руках. Из-за стола надо вставать немножко с чувством голода легкого обязательно. А вы знаете, очень хороший совет. Я вспоминаю, у меня была такая встреча в жизни человеку, было сто лет, и мы с ним разговариваем. Он такой бодрый такой, я говорю, как, как вы прожили до сто лет, вот ваш секрет. А он так говорит, я вставал за стола и все время ложку бросал от злости, что голодный, так и не наелся. И говорит, так питался всю жизнь, не доедая как бы. И говорит, что это его, в принципе, секрет, наверное, долголетия. Очень верно. Очень верно, да? На корпоративных надо двигаться, да? Да. Тут даже идут больше общаться, нежели насыщать какие-то свои потребности. Я думаю, что вот Людмила, да, согласится с вами, да? Корпоратив – это место, где люди все-таки действительно идут, наверное, общаться. Ну, корпоратив – это часть культуры предприятия, да? И, в принципе, в течение года этих корпоративов-то, праздников, может быть, не так уж и много. Правда? Это Новый год, 23 февраля, когда мужской праздник, ну, еще какой. 8 марта. 8 марта, ну, и, может быть, День предприятия, да? Но вот новогодние корпоративы, они должны проходить как-то по-особенному. И вот Татьяна абсолютно правильно сказала, чтобы люди не переедали, да, чтобы не был акцент только вот на трапезе. Вот сейчас сядем и будем трапезничать, да? Очень важно придумать какие-то интересные мероприятия, да, чтобы… Интересную программу. Да, интересную какую-то программу, да, чтобы люди пришли пообщаться. Вот то, что сказала Татьяна. У меня есть два, ну, скажем так, два примера, как это можно сделать. Очень интересно. Если вы готовы сейчас поучаствовать в этом, да? Да, мы готовы. А наши зрители могут в этом поучаствовать? Могут. Отлично. Вот смотрите, мы все участники корпоратива, да, корпоратива. И я предлагаю вам вот такой вот интересный момент, да, что к концу года мы обычно подводим итоги, да. Ну, студенты приходят на сессию, у них экзамены, да, там, то есть какая-то веха закончилась, да, и мы переходим к какому-то новому действу. Я подготовила вам, сейчас я скажу один термин, можно язык сломать, но это очень правильный термин, называется так. Экзистенциальное послание. Это не гаданье, это экзистенциальное. Вы учите. Если вы скажете во время корпоратива... Желательно в конце корпоратива. Да, вас сразу будут уважать, поверьте. И вот сейчас я к каждому из вас. Да. Отнеситесь к этому очень-очень серьезно. Почему? Потому что проверено, да, совет данный вот в компании, в хорошей компании, да, или рекомендация какая-то, да, это как раз то, что крайне необходимо вот для применения в сегодняшний день. Готовы к этому? Готовы. Начнем с Натальей. К этому процессу. С Натальей. Но единственный момент, я вас очень прошу, для того, чтобы вот это сбылось, да, нужно прочитать это вслух. Поэтому я вот нам, кто здесь сидит, я раздам, да, вы прочтете слух. А наши гости уже дома, смакуя, перечитают несколько раз. Итак, вы готовы? Мне очень любопытно, что попадется нашим гостям. Да, вы можете анонс. Выбирайте. Готовы сообщить? Не глядя, не глядя. Читаем. Берегите в себе человека. О, боже, Наталья. Вот так, вот так, вот так, вот так. Пожалуйста. Береги, значит, кто-то что-то. Целься в Луну, если даже и не попадешь, все равно останешься среди многочисленных звезд. Среди звезд. Угу. Вот там левая рука за бессознательное печаль. Пожалуйста, пожалуйста. Не знаю, участвовать в таком корпоративе мне сегодня или нет. Замени слово «проблема» на слово «приключение», и жизнь станет проще и интереснее. Отлично. Отлично. Конечно, это же не анекдот, это же послание экзистенциальное, прямо к душе. Мне точно? Я точно участвую в тебе? Ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир. Отлично. Хорошо, тогда мы даем нашему оператору. Пожалуйста. Угу. Так. Ну, а вы можете дома прочитать. Скажите, пожалуйста, что у вас? Иногда черная полоса становится взлетной. Отлично. И еще одну. Ты никогда не будешь совершенным, но ты всегда будешь уникальным. В любом случае, есть к чему стремиться. Спасибо. Пока Людмила раздает эти послания. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что вы смотрите в прямом эфире программу «Добрый вечер. Гомель». Сегодня мы готовимся к Новому году, к Рождеству, готовимся к новогодним корпоративам. У нас есть очень интересное сообщение от наших зрителей. Вот. Все получили послание. Что ж, продолжаем. Кстати, вопрос для Татьяны от Алины. Что скажете про кефирную диету? Моей подруги помогает сбросить за три недели аж 5 килограммов. Не надо так делать. Не надо? Это очень стремительная потеря веса, потому что потом она вернется с добавками. То есть вы против кефирной диеты, как таковы, и монодиеты, я так понимаю. Да, да. В принципе. Нет, я не люблю кефирной диеты. А вот Нина Павловна спрашивает. 63 года, во-первых, наша телезрительница, и очень хочет похудеть хоть немножко, и встретит Новый год налегке. Что посоветуете даме в таком чудесном возрасте? Замечательный вопрос. Двигаться. Двигаться, не лениться, не сидеть на диване, не смотреть только телевизор, а идти в парк, как наше предыдущее гостье было когда-то в эфире. Очень много двигаться. Общаться, собирать какие-то кампании на свежем воздухе и проводить как можно больше времени. И квашная капусточка. Я думаю, да, то, что надо. Ну что ж, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Слушаем вас, Сергей. Получается, у меня возникла такая проблема. Но у меня не получается не есть после 18.00. И возник такой вопрос. Что можно съесть вечером, и как правильно устраивать разгрузочные дни? Сергей, это вы для себя спрашиваете? Это у вас проблемы с лишним весом? Конечно, да, у меня. У меня не с лишним весом проблемы, у меня проблемы с лишним питанием, вернее. А, то есть понятно. И вы хотите тоже к новогоднему корпоративу сбросить пару килограмм, да? Да, да, да. Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Очень такой интересный вопрос, тем более от мужчины. Да. Ну, показатель почему нет? Будем считать, что не есть после 6.00. Это, в принципе, миф. Потому что каждый ложится в разное время спать. Надо не есть за 2 часа до еды, для того, чтобы предотвратить определенные неприятности, гастроэзофагиальные, рефлексные болезни и прочее. Значит, что можно есть? Можно есть любые фрукты, можно есть йогурты, да, но в небольших количествах. Хороший совет. Голодным спать ложиться не надо. Для того, чтобы снились хорошие сны. Спасибо большое. Вот, кстати, как насчет вот этого аврального похудения к какому-то сроку? Вот и вы сегодня об этом говорили, и часто об этом диетологи другие говорят. Как сохранить вот результат после диеты, когда ты сначала долго-долго вот не ешь, а потом действительно... Мотивация должна быть. Четкая мотивация. Для чего человек это делает? То есть здесь просто ограничением продуктов не обойдешься? Нет, не обойдешься. Ну что ж, дорогие друзья, все-таки не надейтесь обойтись одной диетой. Вот как утверждают наши сегодняшние гости, эффективно похудеть без фитнеса, да, и без движения все-таки невозможно. Кстати, даже фитнес-эксперты рекомендуют заниматься любыми физическими нагрузками минимум три раза в неделю, чтобы результат не заставил себя ждать. Напоминаю, что в прямом эфире добрый вечер, Гомель. Мы начали подготовку к Новому году. А вы, если да, то звоните в студию, пишите в Вайбер. Если нет, сообщите нам тоже, по каким причинам, что вам мешает. Ну и у меня вопрос для наших... для наших гостей в студии. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, каким был самый необычный Новый год? Наталья, у вас вот какой был? Я вспомнила, что я действительно участвовала в Бали-Маскараде. Но это был утренник для детей, и я была зайчиком. Мне было 18 лет. Ужас. Так это точно был детский Маскарад? Я вспомню. Это я согласна, это необычно. Да. Людмила, есть такое же воспоминание, интересное новогоднее? Да, у меня есть воспоминание. Я была студенткой, и меня и мою подругу пригласила моя сестра в гости. И мы пришли очень поздно, не договорившись, сестра ушла. И мы оказались на улице в новогоднюю ночь. Вы знаете, это был, наверное, самый лучший Новый год. Мы катались на качелях, потому что нам не было куда идти. Мы не могли вернуться в общежитие, уже все автобусы не ходили. Мы просто качались на качелях в новогоднюю ночь. Интересно, спасибо большое. Татьяна, Юля, есть такие же яркие впечатления про новогодний праздник? Еще все... Меня пугает. Юля. У меня воспоминания только из детства, когда мы родителям устраивали концерты, такие мини-концерты. Да, у меня два брата есть еще, и у нас такие были концерты для родителей. Мы переодевались в разных героев, им песни пели, там такое интересное, тоже конкурсы какие-то проводили. Мне кажется, это было очень интересно, как я вспомню. Вы знаете, вот мне тоже повезло побывать как-то на взрослой костюмированной вечеринке. Я, правда, в ней не участвовала, а была наблюдателем. И хочу сказать, что для меня было открытием, что, оказывается, взрослые люди в маскарадных костюмах. Это очень интересно, и, вы знаете, на самом деле, это очень модно. Согласитесь, сегодня это просто такой тренд. Новый год, это становится не только детским праздником, такие тематические вечеринки для взрослых. Становится у нее очень популярны с каждым днем. И вы знаете, дорогие друзья, сегодня в нашей студии есть парочку таких персонажей. Я хочу пригласить их прямо сейчас в эту студию. Встречайте. Добрый вечер. Проходите. Итак, у нас два образа представлены. Расскажите нам, пожалуйста, во-первых, это костюмы Юлии. Я правильно все говорю? Так, расскажите, кто это сегодня у нас? Ну, кот, кошка. Ну и царь-сиярусей Петр Первый. Замечательно. В таких костюмах можно встречать и корпоративные вечеринки, устраивать какие-то тематические вечеринки, и домашние вечеринки. У меня есть знакомые, которые каждый год обращаются ко мне и именно устраивают такие тематические. Они приглашают к себе в дом друзей, гостей, переодеваются именно в тематику сказки какой-то и устраивают вот такой корпоративчик. Так, замечательно. Вот, кстати, вопрос есть от Русланы. Можно ли маскарадные костюмы брать на прокат у Юли Радовой? Нам как раз нужны такие для корпоратива. Спасибо. Конечно, пожалуйста, буду только рада. Замечательно. Ребят, покажитесь, как вы себя чувствуете? Комфортно ли вам? Прекрасно. Спасибо, спасибо большое. Поаплодируем, да. Спасибо. Татьяна, а вы любите корпоративы? Хорошо к ним отношусь. Хорошо, спокойно, хорошо, спокойно к ним отношусь. Людмила, вот хочу продолжить эту тему корпоратива. Все-таки вот такой вот вариант корпоратив в маске, да, вот спрятаться за такой маской для корпоративной вечеринки, особенно для тех, кто, может быть, ну, действительно хочет что-то скрыть или каким-то другим быть после работы. Вот как ты считаешь, что лучше, корпоратив в маскарадном костюме или в вечернем платье? А я думаю, что и то, и то хорошо. Но когда мы одеваемся в какие-то костюмы, да, мы начинаем играть, да, мы начинаем соответствовать этому образом, мы выходим за рамки своего привычного образа. И мне кажется, что на Новый год здорово где-то вот пошалить, поиграть, побыть ребенком, правда? Да. Но дело в том, что у нас так много дней праздничных, да, что можно и платье одеть, да, вот праздничное, можно и костюм одеть. То есть, ну, почему бы нет? А очень интересную тему ты затронула. Как вообще, в принципе, стоит вести себя на корпоративе? На самом деле, вот существует какая-то такая корпоративная, ну, скажем, этика для корпоративной вечеринки? Стоит ли там входить в образ маскарадного костюма? Да. Или все-таки стоит держать себя в рамках? Ну, нужно всегда помнить, что корпоратив — это часть производственной культуры, да? А в производственной культуре, то есть в культуре этого предприятия вряд ли прописаны такие пункты, например, там, нарушать субординацию, да, там, набруден шафт со своим любимым начальником. Не надо этого делать. Не надо этого делать. То есть корпоратив не для того, чтобы сблизиться с начальством? Вы знаете, что все нужно делать в меру и соблюдать вот это вот равновесие, не переходить рамки приличия, не нарушать этические правила, законы. Почему? Потому что нужно помнить, что завтра тебе идти на работу и в этот коллектив. Отлично. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Гомель. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Герасим. Здравствуйте, Герасим. Вот меня попросил мальчик, 8 лет, он живет в детском доме, и попросил, он ищет маму свою, и попросил письмо прочитать Деду Морозу. Прочитайте. Дед Мороз, ты добрый. Знаю, в детский дом наш приходи. Я тебя здесь ожидаю. Только маму проводи. Я подарков не желаю. Ни машинок, ни конфет. Я по мамочке скучаю. Уже целых 8 лет. Буду ждать я у окошка. Милый Дедушка Мороз, пусть устанут мои ножки. Только маму ты привез. Спасибо вам. Герасим, и вам спасибо большое. Спасибо. Я даже не знаю, как дальше вести программу, но вообще тема письма Деду Морозу, это, по-моему, что-то такое удивительное. Оно, мне кажется, выходит далеко за область психологии и всего остального. Что это? Дети апеллируют к чуду, Наташа. Хотите, я прочитаю вам письмо этого года Деду Морозу? Да. Хотите? Кто написал? Тоже малыш? Или взрослый человек? Его написал маленький ребенок, ему скоро будет... Это мой внук. Буквально вчера, отправляясь на передачу, я взяла, ксерокопировала для того, чтобы вам сегодня прочитать. Очень интересно. Вот. Современные дети, они очень прагматичны, и они пишут вот так, как они видят. Так и написано. Письмо Деду Морозу. В этом году я вел себя хорошо. Мама тоже. Подари мне, пожалуйста, Хотвилс, всю коллекцию, и Хотвилс в стоянку, а маме сережки и платье красное. А Люся много книг. Это Павсаша. Замечательно. Люся, я так понимаю, это бабушка, для которой книг всегда мало. Спасибо. Очень такое. Мне кажется, вообще детские письма Деду Морозу, это просто откровение. Это как дневник, да, собственных желаний. Причем дети очень часто повторяют свои желания, начинают с одного и этим же заканчивают. Мне кажется, это что-то замечательное. Люда, не кажется ли тебе, что часто наши дети, точнее, родители, манипулируют Дедом Морозом, точнее, манипулируют детьми с помощью Деда Мороза, когда говорят, будешь себя плохо вести, Дед Мороз не принесет подарок. Или стоит ли таким воспитать? Вот от этой манипуляции нужно отказаться. Почему? Потому что пусть Дедушка Мороз будет вне вот этих контекстов, да, вот, там, знаете, как собака Павлова, слюна выделяется, там, зажигается лампочка. То есть вот пусть Дед Мороз приходит просто так и ко всем. И к деткам в детском доме, да, и к нам ко взрослым. Он, ну как, это сказочный персонаж, он максимально должен быть добрым, понимаете? И без всяких манипуляций. Вот то, о чем, Наташа, ты говоришь. Вот как можно объяснить вот этому ребенку, да, который в детском доме, почему к нему не пришел Дед Мороз, или почему он приходит? Пусть он ко всем приходит. Люда, ну что мы посоветуем сегодня нашим родителям, нашим телезрителям, когда стоит писать Деду Морозу письмо? Заранее. Почему? Потому что мы же точно знаем, что Дед Мороз должен как минимум за месяца полтора-два подготовиться, да? Стоит ли корректировать текст ребенка? Конечно, корректировать. Желания же разные могут быть. Конечно, конечно. Но я хочу сказать, что в наше время Дед Мороз должен быть очень современным, чтобы понимать, о чем пишут дети, как минимум. Вот я, например, понятия не имею, что такое Hot Wheels. Кто-нибудь знает в студии? Ну, конечно, это современные игрушки, я так понимаю. Набор машинок. Набор машинок. Вот видите. Спросите Людмилу у внука, конечно. Для начала. Ну что ж, спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот самое время поговорить про Новый год и, конечно же, о чудесах, которые этот праздник несет нашим детям. И я для начала хочу спросить у гостей в нашей студии, помнят ли они свои детские утренники. Юля, помните ли вы кем были? Снегурочкой? Кем я только не была. И Снегурочкой, и котиком. Знаете, в моем детстве были в основном снежинки, зайчики, да, мальчики-зайчики. И это были действительно очень интересные такие карнавальные костюмы, которые шили наши родители поздними вечерами. Сегодня немножечко все меняется, но Новый год не за горами, дорогие друзья. И вот именно сейчас, утверждают психологи и гости в нашей студии, самое время подумать о маскарадных костюмах для своих чат. Тем более, что вчерашние зайчики и лисички на детских утренниках сменились супергероями и принцессами, да и костюмы сегодня все чаще авторские и эксклюзивные. Итак, кем хотят быть сегодня наши дети? Смотрите сами. Громче, громче аплодисменты этим чудесным ребятам. Здравствуйте, ребята. Ну, Юля, расскажите нам, пожалуйста, что это за образы, созданные вами? Это Золушка к нам приехала на бал. Да, вот такая красавица. Она может быть в шубке, может быть без шубки. Каждая девочка мечтает быть принцессой. Я думаю, что мечта Золушки осуществилась, она попала на бал и стала принцессой. А Новый год для этого подходящий. Конечно, все должны верить в чудо. И любая девушка, любая женщина может стать королевой этого бал и принцессой. Это к нам из лесу, наверное, такой леопард. Да-да-да, вот такой вот котик у нас, леопардик. Пиратка у нас с корабля прибыла. Замечательный пиратик, смотри, прям в образе. Да, в образе. И ковбой. Нынешние мальчики, конечно, сначала хотят быть какими-то супергероями, как вы сказали, Наташа. Супергероями, черными плащами. Да, черными плащами, да. Но в итоге все равно они остаются у нас ковбоями, пиратами, мушкетерами. Особенно если фильм какой-то пройдет, про мушкетеров обязательно они все мушкетерами хотят быть. Ну, что-то такое. Корсары пираты очень часто выбирают, да, такого плана. А скажите, Юля, а как правильно выбрать ребенку маскарадный костюм? Вот на что стоит обратить внимание родителям? Ну, мое мнение, что костюм для ребенка должен быть прежде всего удобен. Это должны быть какие-то более натуральные ткани, что ли. Я обычно хлопчатобумажное что-то выбираю. Может быть, атлас. Я, конечно, считаю, что это не синтетическая ткань, атлас, но все-таки это качественная ткань. Ну, и, естественно, не жаркая, потому что дети очень подвижные. На утренниках, да. Давайте попросим подвигаться принцессу нашу. Да, и я считаю, что мехабушке, конечно, им очень неудобно. Замечательно. Спасибо, ребят, спасибо, Юля. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Они не хотят уходить из нашей студии. Да, для них уже начинается самая интересная пора. Предновогодняя. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Карнавальные детские костюмы – важная тема. Я хочу спросить у Людмилы, нашего психолога, какова вообще роль карнавального костюма в жизни ребенка? Почему к этому стоит родителям относиться серьезно? Когда ребенок одевает костюм, он перевоплощается. И у него есть легальная возможность быть не просто сопричастным вот этому новому образу, а жить в этом образе, да, говорить, например, как принцесса, да, вести себя как принцесса, требовать к себе внимания как принцессе, да. Вы знаете, в этом есть огромный-огромный ресурс для ребенка, да. Он для себя определяет, если хотите, даже зону ближайшего развития. Что такое побыть принцессой? Это ведь не просто так, правда? Ты должен соответствовать, ну, как бы изнутри это должен быть идти посыл, правда? Я принцесса, вот. К этому нужно не то, чтобы там относиться серьезно, да, но разрешать ребенку примерять разные-разные образы. Вот хочется тебе быть королевой, хочется тебе побыть пиратом, а мальчик, например, по своей сути, ну, очень спокойный, стеснительный, застенчивый, да. Да, я вот только хотела сказать именно по этому поводу. Ты спросили, что важно для родителей, что я могу посоветовать. Именно вот то, что... Ролевые игры, получается. Да, именно то, что Людмила и говорит, правильно она говорит. Некоторые приходят и говорят, вот, я хочу, чтобы мой сын был, а он говорит, я не хочу. И вот они настаивают, я говорю, да разрешите им побыть самим собой. Внутри каждого из нас сидит вот тот самый герой. А Новый год, да, это прекрасный повод раскрыться, да, хотя бы с помощью карнавального костюма. Конечно, пускай родители посмотрят, кто живет внутри этого человечка. Спасибо большое, спасибо. Вы знаете, вот как раскрываются флористы, дорогие друзья? Они делают какое-то творение и показывают нам его, радуют нас этими творениями, как сегодня вот Наталья Гуценкова в нашей студии. Покажите, пожалуйста, что за рождественский вино? Это простой веночек, то, что можно сделать с каждой своими руками. Именно смысл в том, что здесь не нужно никакой симметрии, наоборот, асимметричное расположение всяких деталей, то, что, ну, может каждая сделать, правда. То есть у кого-то, может, это еще и красивее получится, просто, ну, вот это... Спасибо. Это можно повесить в комнате на дверь, да? На дверь, да. Ну, я же говорю, что вот как квартиры сейчас не частные, но в частном доме, конечно, можно на дверь, на холод, елку сделать. Вот. Там, конечно, тогда совсем другой как бы будет венок. Он будет пышный и красивый, с настроением. Спасибо. Ну, а здесь вот так вот. Спасибо большое. Такие замечательные советы от наших гостей сегодня были в прямом эфире. Вы знаете, вопросов много. Если можно коротко, Валерия спрашивает, что психолог посоветует покупать близнецам? Одинаковые или разные подарки? Коротко, Людмила, пожалуйста. Разные подарки. Близнецам разные подарки. Дальше. В Новый год принято загадывать желание. Как правильно его формулировать? Раиса задает вопрос. Желание должно быть с позитивным намерением. Позитивное. Не так, чтобы там, чтобы у кого-то чего-то там исчезло. А наоборот. Что должно прибавиться? Чего должно стать больше? Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире на Беларуси 4 мы начали подготовку к Новому году и Рождеству. Мы очень надеемся, что этот замечательный момент декабря станет для вас настоящим предвкушением праздника. И советы нашей программы помогут вам в этом декабре подготовиться к новогодним событиям без хлопот. Я благодарю всех участников сегодняшнего эфира. Вас, дорогие зрители, вас, уважаемые телезрители. Это был еще один добрый вечер. Гомель с Натальей Волынец. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»